здравствуйте меня зовут дмитрий герч табыкин мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим о мессианском учении книги пророка ионы и любой человек который читал евангелие когда слышит имя ионы конечно же вспоминает то что христос говорил об ионе как иона был в очреве кита три дня и три ночи так и я буду в очреве земли три дня и три ночи действительно это так но если мы откроем книгу пророка ионы то мы прочитаем историю и более того если читать эту всю книгу то она состоит из истории и небольшого псалма во второй главе где иона молится находясь в очреве кита то есть как бы вот пророчеств особо нет если мы берем какие-то другие пророческие книги и тем книга про к ионы уникально наряду с наряду других малых пророков потому что остальных книгах малых пророков хоть и есть пророчества но обычно они это самое главное а история совсем немного здесь наоборот и если мы читаем этот эту книгу то мы читаем историю история о том как иона был послан в ниневию и вместо того чтобы тени и он уходит в опию это скорее всего город яфа садится на корабль и плывет в тарсис где этот тарсис находится есть разные мнения от того что это тарс откуда происходил апостол павел до города который находился где-то там в испании и вот иона плывет начинается шторм иона спит корабельщики спускаются будет иону иона там говорит это из-за меня бросайте меня в воду корабельщики сначала не хотят его бросать потом они бросают воду и сказано о том что и взяли иону и бросили в море и тихо море от ярости своей вот знакомая история дальше там иону кит проглотит но давайте мы остановимся на этой истории значит шторм иона крепко спит и он у бросает в воду бог делает великую тишину это всем понятно почему потому что там говорится что это господь послал что значит и господь же это шторм убрал вроде бы все 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 понятно все известно но если мы откроем евангелие то там будет такая история христос с учениками переправляется через генесарецкое озеро христос спит начинается шторм ученики будет иисуса как корабельщики будили иона иону иисус встает обращается к морю и наступает тишина апостолы в ужасе они не знают кто выходки почему потому что как бы перед ними повторяется история ионы поэтому вот ну такой маленький момент который перекликается между ветхим и новым заветом вот такая перекличка между ветхим и новым заветом когда ветхий завет не прямо не буквально не по-пророчески но все-таки указывает на новый завет в христианской экзегетики называется типологический метод типология или прообразы и вот первый прообраз это история ионы который спит на корабле 2 прообраз ну самый известный потому что его прямо о нем прямо говорит господь наш иисус христос это конечно же кит который проглотил иону обычно говорят что кит не может проглотить человек у него там маленькое горло да но в еврейском языке там стоит слово долгодоль который значит большая рыба а так как евреи были ну скажем так не морскими жителями то все что плавает в воде они называли рыбой а соответственно что большое плавающее в воде они называли большой рыбой что это было мы не знаем и я обычно говорю так хотите узнать какое животное прогреть проглотила иону живите благочестивой жизнью когда вы умрете вы окажетесь на небесах и у ионы сможете спросить что это было за рыба хорошо вот как вот эта большая рыба проглотила иону и иона какое-то время был в очреве этой рыбы так и земля гробница поглотила тело иисуса христа здесь есть конечно такая разница что вот иона был живой а христос все-таки умер но когда иона находился в очреве кита чем он занимался он молился то есть он совершал некое духовное делание и здесь вот то что иона молится что-то духовно делает тоже указывает на христа христос телесно находился в могиле но его душа как душа любого человека отправилась в ад шоу об этом нам говорят иконы сошествия христа в ад христос ходит в ад а он разрушает от выводит из-за до души людей то есть он совершает духовное делание обычно говорят что книга пророка ионы эта книга про 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 образа протипосы но однако в псалме который говорит иона есть то что мы можем назвать пророчество давайте вот прочитаем 7 стих до основания горы я не шел земля своими запорами навеки заградила меня но ты господи боже мой извинешь душу мой с ада вообще-то иона был в очередь это кит возможно нырял под воду нож иона точно не сходил к основанием гор и и земля его тоже не запирала поэтому можем понять 2 главу 7 стих как пророчество христе христос сходит как сказано священном писании до преисподних земли до основания гор куда он сходит он сходит в ад шоу и если бы иисус христос или так точнее так иисус из назарета был бы только человек то от бы победил бы смерть бы укусила самого великого праведника но иисус это христос а христос это воплощенный бог и поэтому от не может его удержать и христос выходит из ада и вот еще тоже интереснее изведешь душу мою душа душа человеческая хорошо дальше и он оказывается на берегу моря кто знает церковнославянский текст может вспомнить то слово который употребляется в данном отрывке и будет очень интересно он оказывается на берегу идет ненивии и проповедует и он проповедует и в результате его проповеди горожане каются вот вот эта история похода и он и к жителям ненивии они не видят и столица сирии это прообраз того как апостолы отправились к язычникам и еще один прообраз из этой книги жители ненивии покаялись причем пока листок глобально весь город покаялся животные то покаялись вот и бог простил и господь наш иисус христос говоря о тех людях которые слушают его он говорит что когда будет воскресенье мертвых вместе с вами воскреснуть жители ненивии и они будут вам свидетелями свидетелем против вас потому что они покаялись от проповеди и он и а перед вами стоит тот кто больше и он и это действительно так потому что христос это воплотившийся бог хорошо мы с вами разобрали прообразы и пророчества которая встречается книги пророка и он и несколько поэтому и он можно считать пророком пророком который говорил о миссии это и в первой главе и во второй и в третьей главе спасибо за внимание меня зовут дмитрий георги табыкин и мы с вами были на портале xg.ru всего добра внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео